Друзья, меня зовут Роман Усаненко, я организатор антинаркотического проекта «Иди, беги, лети», который был записан в 2018 году. С этого момента была охвачена большая аудитория, и мне нравится то, что сейчас происходит. Хочу спеть песню, которая дала толчок этому проекту. Песня называется «Иди, беги, лети». Лечи, беги, лети, но только не стой. Песня называется «Иди, беги, лети». И я буду с тобой, мне кричала на ухо победа, что у подвига нет предела, и любви не бывает много. Перекордый тяжелый труд, воно подпишек, пел на нервах, был последний, а застанешь первым. Только верь мне равно ты значит, но поверь, у меня тебя пойдут, и никогда не бывает поздно. Достучаться к любой-то звезд, и сквозь слезы задать вопрос, чтобы увидеть ответ на вопрос, чтобы сделать, что раньше не делал, или спеть, если раньше не пел. Песня называется «Иди, беги, лети, лети, но только не стой. Беги, беги, лети, 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 я буду с тобой, мне шептала на ухо победа, Освечая надеждой дорогу, любовь покрывала небо, чтобы крылья не опалили. Шаг за шагом врежем воздух, миг за мигом уходит время, но посеяв себя как семя, невозможно когда увидеть. Открывая второе дыхание, разрывая оковы будней, забывая вчерашний вечер, поднимая глаза на восход. Нужно сделать намного больше, чтобы стали границ прошлых, а мечта загорелась в сердце, освещая с собой небоскор. Беги, беги, лети, но только не стой. Беги, беги, лети, я буду с тобой, я буду с тобой, я буду с тобой. Мне Господь говорил, я буду с тобой, я буду с тобой. Слышишь, буду с тобой, ты только не стой. Как-то так. Вкратце, 16 лет назад попал в реабилитационный центр. От зависимости попал в ужасном состоянии, но именно там Бог коснулся. Я слышал первую проповедь в своей жизни, которая говорила, что Бог всемогущий. Бог может изменить на молекулярном уровне каждую клетку моего тела. Может зачеркнуть мое прошлое, дать мне хорошее настоящее и будущее. В этом будущем будет все. Будет жена, будут дети, будут поездки, будет служение. И как-то это запустило мое сердце, и это отразилось в одной из моих песен, в стихах. Дым, дым костров, что не смогли сберечь. Но внутри огонь, нужен кислород. От удара сердца заведем мотор. И вперед, и вперед. Знаете, когда в машине садится аккумулятор, мы кого-то вызываем, приезжает вторая машина, мы кидаем клеммы и запускаем двигатель. Вот приблизительно это произошло в моей жизни. Мой мотор уже не бился, но кто-то с бьющимся мотором, бьющимся сердцем вдохновлял меня проповедью. Во всемогущем Боге, о том, для которого вся Вселенная в руке, время в его. И нет для него ничего невозможного. 16 лет занимаюсь помощью нарко-зависимым людям и написал стих, который я посвящаю тем людям, которые взяли на себя крест и не просто сами выздоровели, но еще начали заниматься тем, что помогают другим выбраться из ямы. Он похож на мудрого, смотрящего сверху грифа, вникающего в суть вещей, читающего на санскрытии. К нему в дом приходят дети со старыми лицами. Все потерявшие, всего лишившись, они хотят лишь одного – новые лица, чтобы снова по-детски жить, радоваться и веселиться. А у него есть опыт и желание помочь. Нужно лишь немного, чтобы чей-то блудный сын или чья-то непутевая дочь осознали свое бессилие в этом отрезке пространства и времени. Доверились Богу и тем, кого Он посылает. А они, являясь носителем семени радости, смогли взять Он их за руку и отвести от привычной гадости. Следующая песня называется «Прости нас, первая любовь». Каждый, кто когда-то приходил к Богу и переживал эти чувства, как будто бы опять травка зеленая, небо синее, хочется всех любить. По-разному у всех, кто-то два дня, кто-то три дня. Я ходил в этом чувстве неделю, как будто я заново родился. Прошли пять лет моей трезвости, моего христианства. И как-то стало все грустно, как-то все стало обыденно. И вот в этом состоянии, в состоянии покаяния была написана эта песня, называется «Прости нас, первая любовь». «Прости нас, первая любовь». «Прости нас, первая любовь», «За то, что остывает твой». «За то, что не горят глаза, и забываем мы тебя. «За то, что слышу голос твой», «За то, что видим образ твой». «Прости нас, первая любовь». «Прости нас, первая любовь». «Прости нас, первая любовь». «Прости нас, первая любовь». «За то, что остывает твой». «За то, что не горят глаза, и забываем мы тебя». «За то, что слышу голос твой». «За то, что увидим образ твой». «Но принимаем за другой». «Прости нас, первая любовь». «Прости нас, первая любовь». «Когда окончится путь, беглянешься вперед, следой дверь и пробьешь, чтобы пойти, и забыть, « klimi сcercue, семи измерти canyon hirest idea». «Прости нас, первая любовь». «За то, что остывает твой». «Прости нас, первая любовь». «За то, что остывает твой». Прости нас, первая любовь Интересный путь Глядываясь назад В открытые центры И записано три альбома Сняты пять клипов Где-то Так получилось Скажем так, не планировал, не искал Мы около сорока стран Посетил И девятнадцатый год прошел В служении, в концертах В служении в ревцентрах, в общинах Это была Германия, Израиль И это был очень хороший Плаготворный год И Но двадцатый внес Свои корректировки И вел некую пустыню Но благодаря этой пустыне Пришло откровение Двадцать второй псалом, пятый стих Когда Давид попал в пустыню Изгнанный от авиасолома Он очутился В один миг Он превратился из царя В изгнанника Приговоренного к смерти Без еды Без денег Без оружия Без поддержки Двадцать первый псалом Начинается Господи, Господи Для чего ты оставил меня Это был крик Давида Который в тот момент Не понимал, что происходит в его жизни Не чувствовал, не переживал В середине двадцать первого псалома Идет перечисление Как он себя чувствует Кожа моя иссохла Душа моя приближается к смерти Это было его физическое И психологическое состояние Но именно в этот момент Три друга принесли ему еду Отсюда и идет местописание Ты приготовил трапезу На виду у врагов моих И двадцатый год закончился С Божьей помощью И в двадцать первый год Бог не дал войти с этим обетованием Что трапеза готова Потому что у Давида были проблемы с границами Он мог чувствовать себя уютно только в пустыне Где он мог лавировать от преследователей И в двадцатом году у всего мира Наступили проблемы с границами У Давида были проблемы со здоровьем Двадцать первый псалом об этом говорит И скажем так У всего мира из-за пандемии Начались проблемы со здоровьем И у Давида были проблемы с финансами У него не было ничего Ни одежды, ни еды, ни постели И в принципе из-за этих же условий У всего мира были проблемы с финансами Но Бог обращаясь ко мне в первую очередь А потом уже наверное ко всему миру говорит Друзья, я приготовил трапезу На виду врагов ваших И она есть Эта трапеза и есть Враги, да, они есть Границы, финансы, ковид Но трапеза накрыта Для каждого, кто верит в его имя Песня, которую я хочу поделиться Называется Называется, называется, называется Называется, называется Ангел По белой щеке Мое вдохновенье Это штиль после буря Выход эмоций Или поиск огня На плантациях века Мы теряем любимых Матрюковка и врача Отсвечаем себя Где ты, моя звезда Ярко горишь Или упала Где ты, твоя звезда Губы соленые А им мало Мало побед Или мало любви Черными тучами Белого града По крыше машины Из зимнего сада Мы словно цыгане Беспечные и рады Кровью горячей Сердце холодного А где-то маяч Слово свобода Я видел, как люди Бежать уставали Серые будни И сильных ломали Я знаю, как сложно Доказывать что-то Утратив надежду На белых мотях Но в этом рождают И красные розы Стихи или прозу Рождают поэты И я в этот вечер Почувствовал небо Открыл свое сердце И грипнул я Где ты, где ты Моя звезда Ярко горишь На маленьком шарике Среди бесконечности Песок и вода Мысли о вечности Храмы и тюрьмы Попытки дыши Честности Воздушные озарки Зубы и челюсти За место под солнцем Бои и сражения Награды в победе Медали и мнения За подплатят золото Металл станет цифрой А цифры убили Когда обнулили И я задыхаюсь Дорожная пыль Уже оседает Еще не остыли Пожары столетий Борьба моих предков Глаза выедает Дым времени едкий Так хочется мира Любви и покоя Дождя наконец Они вечного зноя Так нежностью лечатся Рана и боль Когда-нибудь я Приду за тобой Только где-то Моя звезда Много хороших историй происходит На самом деле Самое главное, мне кажется Знаете, для жизни практикующего христианина Это свидетельство Свидетельство, что с ним происходит каждый день Потому что Бог каждый день нам дарит Какие-то свои поцелуи Каждый день мы видим Когда мы с утра просыпаемся В мелочах Если мы будем внимательными К его движению В нашей жизни Если мы будем внимательными Мы видим, что каждый день Что-то вокруг нас происходит Происходит чудесное Происходит в мелочах И я буквально Ну я не знаю Не хватит, наверное, времени Эфир нам рассказывает Что происходит в моей жизни Но вот по мелочи Например Недавно Недавно-недавно-недавно Мне позвонили Из одного фестиваля Который проходит в Питере Называется Окна крови Мир без наркотиков Мир без наркотиков Это дорогой моему сердцу фестиваль Который проводят Ребята-трезвенники На самом деле Имеющие опыт Очень большой опыт трезвости И который запущен в Питере В рамках того Что все реабилитационные центры И все благотворительные фонды Могут собраться на этой площадке Послушать хорошую качественную музыку Выставить свои стенды Рассказать о своих услугах И на самом деле Это чистые Настоящие хорошие фестивали Где проходят разные-разные конкурсы И где мне уже Представит такая возможность Десять лет подряд Выхожу на эту большую сцену И говорю молодежи Говорю ребятам О своей истории Что было в моей жизни Что десять моих друзей Из моего двора Они погибли Даже до двадцати пяти лет Десять человек Двое стало живым Я еще один парень Что с Божьей помощью Мне повезло Десять человек Они не смогли Они не сыграли В эту русскую рулетку И им не повезло Поэтому Мое обращение к молодежи Что лучше не играть Лучше не играть в эти игры Лучше отказаться От первого косяка От первой таблетки От первого укола Потому что везет единица Одному из десяти Девять умирает К сожалению И следующая песня Называется А это, скажем так Автобиографическая песня Написанная мною В одной из больниц Посещением больницы Кому-то не хватило любви Кому-то не дали тепла Кто-то не получит воды Кого-то укусила игла Возьми ногами по стерильному кафелю Письма маме Поздно и за полночь Думали спрыгнули Да ноги не держат Долго ли бегали Дорогами свежими Запах больничной палаты Едкий дым сигарет Манная каша на завтрак А тебя уже нет Усталые глаза врача Вопрос на немой ответ Ты подпишешь бумагу По которой тебя уже нет Еще вчера пели птицы Еще вчера горел свет А сегодня стоит в реже границы На несколько десятков лет Подали капли на пол Слезам уж и дождя Кто это плачет, мой бог А может быть плачу я Четыре простые буквы Запах песочных часов Глазницы пустующих окон И сердце дверей на засол Слайды из прошлой жизни В конце тоннеля свет Много хороших моментов А тебя уже нет Вроде жил понимал, что бежал Что пытался найти ответ А теперь непонятно зачем Потому что тебя уже нет Вроде капли на пол Слезам уж и дождя Кто это плачет, мой бог А может быть плачу я Четыре простые буквы Запах песочных часов Глазницы пустующих окон И сердце дверей на засол С той поры прошло много времени С той поры прошло много лет Сердце живого человека радуется Во время что его уже нет Пала ли капли на пол Слез, а может даже я Кто это плакал, мой бог А может быть плакал я Я считаю, что христианство Это практическая религия То есть что происходит Бог дал нам слово И через это слово Он открывает нам То, что было закрыто до этого И когда человеку открывается это слово То ему надо взять и применить это Когда это происходит Вот это соединение Бога и человека Происходит чудо И для меня это было В реабилитационном центре 16 лет назад Я не понимал, как читать Библию Я не понимал Как вообще, что в ней написано Она была для меня зашифрована Я пришел к этому парню И говорю, как ты читаешь Так хорошо, так с наслаждением И он мне говорит Ром, ты понимаешь Библия это книга Которая дана Богом Всевышним И только он может тебе ее открыть Я взял послушную Библию Зашел в комнату Поставил табуретку посреди комнаты Положил Библию Хожу вокруг нее и молюсь Все, чему бабушка научила Все отче наши Все Богородицы Все прочитал Подхожу, открывая Библию наугад И читаю Второе послание Коринфянам Пятая глава, седьмой стих Ибо мы ходим верой А не видением И вдруг Знаете, как будто молния Меня пронзила Я вдруг понял, о чем говорит апостол Павел Конкретно мне Это откровение стало для меня Фундаментальным Потому что оно сопровождает Мне всю мою жизнь Теперь Я понимаю, на что упираются Мои глаза Мои человеческие глаза На события На людей На огорчение На предательство На боль Это всего лишь на то, что Упираются мои глаза Но иду я Туда, во что верит Мое сердце Иду я туда Что Бог проговорил мне Через Библию И я вижу разное Я понимаю, почему Петр Когда смотрел В глаза Иисуса Он шел по воде Когда опустил свои глаза И оперся на видимое Когда тумблер веры Отключился Он оперся на видимое Он провалился Зачастую Мы каждый день Делаем такой выбор Куда смотреть На крест Или на ветер На волны И Вот это обетование Оно дано мне Как основное Как фундаментальное Потому что Разные вещи Мы проходим Разные люди Нам попадаются Разные события И еще я Для себя Хочу поделиться Таким Интересным моментом Это было В реабилитационном Центре Со мной Я был полностью Погибающим У меня были диагнозы У меня оставалось Немного Вообще Со всем жизнью И Однажды на группе Я понял Что Мне стало грустно И мне не хочется Ничего делать Мне не хочется Раздороветь Но я не мог Дать объяснение Что происходит И в какой-то момент Но я уже Я уже понимал Что есть тайная комната Что я могу Общаться с отцом Что я могу Приходить к нему И спрашивать у него Я пришел Встал на колени И говорю Господи Что происходит Я знаю Что мне идти некуда Я знаю Что у меня есть Последний форпост Последний шанс Который ты мне дал Это реабилитационный центр Но я не понимаю Почему пропадает Мое настроение Куда девается мой задор Покажи мне И однажды Сидя на группе Я вдруг поймал Как будто бы Знаете Овод Мысль Которая летела мне В висок Что ты же больной У тебя У тебя куча диагнозов Тебе осталось Жить Че ты барахтаешься Че ты строишь Из себя На что ты надеешься И знаете Это была правда И я когда читал Потом Как дьявол Искушал Христа В пустыне Представляете Ведь он искушал его Он же не врал Он говорил правду Ибо так написано И еще какой-то момент Я понял Что правда И истина Они отличаются И в моей жизни Это произошло Я пришел с этой правдой И опять на колени Стал И говорю Бог Что происходит Ведь это же правда Что мне делать С этой правдой Ведь на самом деле Логически Мне очень-очень мало Осталось жить И мне не на что уповать И мне не во что верить Потому что есть правда Есть диагноз И в этот момент Изнутри Всплыло местописание Что Все твои дни Записаны У меня На ладонях Оно просто Внутри меня Разлилось Оно просто Омыло мой разум И я понял Что Реально Не больше Не меньше Ровно столько Записанного Бога на ладонях Моих дней На этой планете Я не проживу И второе Пришла информация С неба Что Успокойся Не парься О количестве дней Думай О качестве Твоей жизни Думай о том Чтобы быть Полезным людям Себе Городу Стране В конце Думай О качестве Своей жизни И я вышел За эту комнату Другим человеком То есть Я вышел Я понял Что Опять Что-то Фундаментальное Пришло В мою жизнь Многие Фобии Отпали Многие Страхи Отступили Песня Которую Я хочу Спеть Она 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 называется Я делаю шаг Она написана В очень Тесных обстоятельствах Когда мне надо было Выйти из зоны комфорта Поменять страну Поменять образ жизни Взять спортивную сумку Приехать в Питер И начать новую жизнь Это было 12 лет назад Я покупаю цветы И нажимаю на плей Прошу капот весны И вечерних огней На пороге мечты По ступеням из грез Были те, кто не верил Будут те, кто всерьез Видел знамя из ветра Над твоей головой Посыпал землю пеплом И выигрывал бой Отделял день от ночи А залет Ну и кто не спал До утра Не щадя свои сны Кто-то мнение Плавит в сомнении Для кого-то Победа и так Кто-то ставит Плечом Кто-то темел А кто-то Боюет с песком На зубах Я делаю шаг Мы идем вперед В наших глазах Огонь плавит в лед Приклад победы На наших зубах Нам не ведом страх Я делаю шаг Мы идем вперед В наших глазах Огонь плавит в лед Приклад победы На наших зубах Нам не ведом страх В наших наушниках Разная музыка Дети семьи Поколение дождя Наши компьютеры Уверена Грузия Царя Это ты А ты Это я Посмотри в свое зеркало Увидишь отличие От того Кто мечтал Покорить этот мир Кто-то ищет возможности Кто-то причины Кто-то слово Никто Или слово Кумир Кто-то В мнении Плавит в сомнении Для кого-то Победа и так Кто-то Победа и так Плечом Кто-то Я делаю шаг Мы идем вперед В наших плотах Огонь плавит в лед Приклад победы На наших зубах Нам не ведом страх Я делаю шаг Мы идем вперед В наших плотах Огонь плавит в лед Приклад победы На наших зубах Нам не ведом страх Я делаю шаг Однажды с Божьей помощью мне удалось побывать в Африке, это были острова Каба-Верды, очень интересное место, и нам сделали экскурсию вверх в горы, и мы долго-долго ехали по брусчатке в маленьком микроавтобусе, и мы поехали, заехали в облака, выехали над облаками, и едем сверху по горе, прямо горная гряда, сверху проложена дорога, и справа и слева маленькие деревушки были, интересно так все, небольшие такие огороды, полисадники у них там, буквально полтора метра, потом раз, полтора метра, раз, вот так вот сделано, и было место, где была видна площадка смотровая, и было видно остров, внизу пляж, океан, и это сквозь облака так просматривалось, такое место, где мы фотографировали с туристами, у нас было около семи русских туристов, и в какой-то момент мы смеялись, и вдруг мы увидели девочку, она шла, у нее было в руках две канистры с водой, и три канистры были нагружены на ослике, то есть вверху одна канистра, и по бокам две канистры, и две канистры несла девочка, ей было лет 14, и знаете, вдруг появилась какая-то пауза в нашей компании, вдруг мы увидели, что мы попали в какой-то другой мир, не экономический, не политический, мы попали в какой-то, вот еще тот мир, и кто-то из нашей экскурсии говорит, ты посмотри, какая девочка, а ведь она могла все свои канистры загрузить на этого осла, но она несла снизу в руках эти канистры, вместе с этим осликом, и в нашей группе появилась какая-то пауза небовкая, каждый переосмысл, каждый на какую-то секунду задумался, в память об этом событии у меня есть стих, люди, живущие над облаками, пьющие воду, что носят руками, дышат свободой, играют с ветрами, люди, живущие над облаками. Ну что, хотелось бы обратиться к тем, кто может сейчас видит, у кого есть проблемы, может быть в семье, кто-то зависимый, у кого-то рядом зависимый. Знаете, на самом деле сейчас очень-очень много разной информации. В интернете очень-очень много разных людей, которые помогают в этом. Это даже не было как 16 лет назад, когда я попал в репетицию, и было раз-два и общался. Сейчас очень много разных центров, очень много разных наркологий, сейчас это все развито. Почему, я думаю, потому что на самом деле эпидемии, они становятся меньше. И я не говорю об алкоголе, я не говорю о том, что наркотики стали химическими, синтетика начала, которые просто съедают молодым ребятам мозги, но все равно выход есть, и бороться надо. Надо бороться до последнего, верить в шанс, верить в чудо, искать и находить. Писание говорит, ищите и найдете, стучите и отворят. И хочу поделиться еще одной песней. Написана недавно, песня свежая, она еще не вышла на диск, не интернет. Она сейчас еще лежит в студии, она дорабатывается, обрабатывается. Мы ждем еще вокал женский на эту песню. Там очень много музыкантов приняли участие, такие как Андрей Василев Худой, Экс-ТДДТ, Дима Притула, Гора 312, Андрей Каталкин, группа СМБ, барабанщик. То есть очень много музыкантов, очень хорошие рейндж-роши, сейчас этим всем занимаются. Фамилию бэк-вокалистки пока буду держать в секрете, пока мы не получим эту запись. Но я верю, что это будет хорошая, яркая песня. Песня называется «Ты мой герой». Солнце в окно от соседнего здания, прямо в мое лицо. Люди не боги, помогут сиять, и кому-то светло и тепло. Узды не обязательно, скоро закончатся выходом у родника. В новое время и новые песни протянутая. В темном лесу у каждой из нас, каждый найдет свой костер. И великая сила даст понимание, диагноз, зрение, приговор. Звезды сойдутся во время и место, у каждого над головой. Все западет и станет понятно, для чего ты прошел путь свой. Ты мой герой, ты мой герой, ты мой герой. Каждая мать говорила сыну, ты мой герой. Ты мой герой, ты мой герой. Все западет и станет понятно, для чего ты прошел путь свой. Ты мой герой, ты мой герой. Эти слова отдаются в силе, ты мой герой. Ты мой герой, ты мой герой. Знамя твоё вера, надежда и боль. Солнце в окно, от весеннего растания, прямо в мое лицо. Люди не боги, но могут сиять, и кому-то светло и тепло. Время обязательно скоро закончится выходом у родника Новое место, новая песня, протянутая рука В темном лесу каждый из нас, каждый найдет свой костер Великая сила отдаст понимание, диагнозы не приговор Звезды сойдутся, время, место у каждого над головой Все западет и станет понятно, для чего ты пошел, вот свой Ты мой герой, ты мой герой Каждое мать говорилось, но ты мой герой Ты мой герой, ты мой герой Все западет и станет понятно, для чего ты прошел, вот свой Ты мой герой, ты мой герой Эти слова отдаются в силе, ты мой герой Ты мой герой, ты мой герой С нами твое вера, надежда, любовь С нами твое вера, надежда, любовь С нами твое вера, надежда, любовь И хочу поделиться крайним своим откровением, недавно буквально, я знал этот псалом лет пять, он мне очень помог в тесных обстоятельствах, 15-й псалом Давида с 8-го стиха, знаете, я недавно подумал о том, что все мы всю свою жизнь ищем радость, все мы всю свою жизнь ищем веселья, ищем блаженство, хотим мы этого признать или не хотим, но мы ищем этого состояния. Я задумался недавно об этом псалом Давида, он говорит, всегда видел я перед собой Господа, ибо Он одесну и меня, оттого не поколеблюсь, оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Вы знаете, я подумал, я вспомнил свою бабушку, которая была православная, она была верующая, я видел, что на миг личное отношение с Богом Господом, она была всегда радостная, в ней было столько энергии, ей молодые завидовали, она всегда радовалась, она всегда была на позитиве. Я понимаю, что, ребята, мы можем быть какими угодно, духовными, религиозными, законниками, фарисеем, но если у нас нет радости, нам надо задать вопрос, где она, почему? Почему? Если я всегда вижу от десной Бога, который рядом со мной. Давид говорил, я всегда видел от десной Господа, ибо над десной меня, оттого не поколеблюсь, оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. И даже плоть моя успокаивается в уповании. Представляете, мы все молимся об исцелении, мы все молимся, призываем. А Давид говорит, моя плоть, она успокаивается в уповании, что ты не оставишь души моего в аде, не дашь увидеть святому твоему тление. Ты укажешь мне путь жизни. Представляете, когда мы приходим, когда мы видим его справа от себя, думаем об этом, мы радуемся, мы успокаиваемся плотью, мы верим и надеемся, что наша душа не будет в этих тяжелых обстоятельствах. И самое главное, что именно в этом приближении к Богу Он указывает нам путь жизни. Очень многие люди не знают, для чего они живут, очень многие люди не знают, для чего они служат, очень многие не понимают, что происходит в этой жизни, очень многие не понимают свое призвание, предназначение. Давид говорит, что Бог укажет тебе путь жизни, потому что полнота радости перед лицом Его, и блаженство тиснется Его вовек. Друзья мои, все просто. Как сказал апостол Павел, проповедовал в Ариапае к Афинянам, что Бог создал все человечество от одного лица, по всему лицу земли, от одной крови. Для чего? Чтобы они искали Его, не найдут ли и не ощутят ли. Потому что Он недалеко от каждого из нас. Ну что, я рад был поделиться песнями, я рад был поделиться откровениями. Дай Бог всем здоровья, и дай Бог всем побольше хороших людей по пути в небо.